МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале Брянская губерния информационная программа события в студии Ольга Ловина. Сегодня в выпуске. Уборочная страда. На полях Брянщины идет уборка ячменя и капусты. В крупнейшем хозяйстве Суземского района компании Агроинвест идет уборка урожая. Уже почти собрали озимую пшеницу. Поражение, за которое не стыдно, брянские динамовцы уступили курскому авангарду. Цветущие унеча почти 34 тысячи цветов украшают городское поселение. Еще одно новшество. Вертикальное озеленение. А теперь об этих и других событиях подробнее. Брянская область вошла в топ-30 регионов-лидеров по производству молока. Эти данные опубликовала Росстат. С начала года в регионе произведено 113,5 тысяч тонн. Самые высокие показатели в Стародубском и Брянском районах. Брянская область обеспечивает себя мясом, молоком и картофелем собственного производства. Второй хлеб и мясную продукцию из нашего региона поставляют в другие области. Наращивание объемов производства картофеля позволяет не зависеть от импорта и поддерживает рост экспортных поставок. Задачи, поставленные президентом Владимиром Путиным по обеспечению продовольственной безопасности государства и повышению конкурентоспособности сельхозпродукции Брянской области, успешно выполняются. В селе Семеновск Суземского района завершается уборочная страда. На полях идет уборка ячменя, а в другом селе Павловичи местные жители вырастили солидный урожай капусты. С утра до сумерек трудятся на полях Суземского района, чтобы вовремя собрать урожай. На полях хозяйства Агроинвест работают Джондиры и комбайн Полесье. Время уборки ячменя скороспелой яровой культуры, которую используют как корм для скота. А самое качественное зерно отправляют на производство одного из любимых русских напитков. А зимую пшеницу в хозяйстве уже почти собрали. Сейчас ее просушивают и закладывают на хранение. Склады делались за 2012-2013 годы. Были затрачены немалые деньги. Примерно вот этот склад, где мы находимся, он сам размешает 7 тысяч тонн зерна. И стоимость его 30 миллионов. Также сушилка, там около 29-30 миллионов. Производим в основном пшеницу, овес, горох. То есть зерновые культуры и технические рапсы, кроме того, производим. Компания Агроинвест появилась в Суземке в 2010 году. В местное сельское хозяйство вложился бизнесмен из Подмосковья. Оборудовал производственные площадки, закупил современную технику. Сейчас здесь трудится 36 человек. Весной было засеяно площадей 6 тысяч гектар. Всего у нас площадей 7,5, но они подзаросшие сорной, так сказать, древесиной. Поэтому в этом году мы вот с весны, летом убрали на 300-400 гектара этой древесины. И опять же подготовили под засев зимы. В планах предприятия повышать урожайность зерновых, учиться применению современных агротехнологий. Мне просто заинтересовало очень эти семинары нашего губернатора. Поэтому хотелось бы в ближайшее время туда съездить. Договаривались, что съездить туда с агрономами и полностью перенять технологии выращивания этих зерновых культур. Потому что урожайности очень большие. Ну, возможно, еще можно съездить и Добронравову, у него тоже очень. Поэтому подойти к этому как бы по-хорошему, и чтобы достичь таких же результатов. Капустным краем называют село Павловичи. Почти каждый житель выращивает здесь эту культуру. Вот и Надежда Троянова уже второй год занимается растеневодством. Под капусту в этом году у нее занято 8 гектаров. Нравится нам эта культура. Мы вот как-то вот по душе нам. И хорошо реализуется? Да. Мы вот возим на Щукино, у нас свой уже клиент. Вот сотрудничаем. В прошлом году Надежда, как начинающий сельхозпроизводитель, выиграла грант. Приобрела сельхозтехнику, семена и удобрения. В планах купить сортировочный комплекс для переработки зерна. Ведь бизнес на селе набирает обороты. Александра Седачева, Иван Зюрев. События. Суземский район. Смена удалась. Брянской администрацией за круглым столом встретились участники международного лагеря «Радуга-2017». Сам летний международный лагерь «Радуга» проходит уже 11-й год. В этот раз в смене делегации из Болгарии, Молдавии, Белоруссии и России. Я в городе Брянске нахожусь впервые с таким визитом. И хотелось бы вас поблагодарить за то, что вы организовываете такие прекрасные мероприятия для молодежи. Для многих проект «Радуга» стал чем-то большим, нежели просто шестидневной лагерной смены. Теплая атмосфера, атмосфера дружбы, атмосфера семьи. Я считаю, что это самое важное и самое главное, что может быть. В этом году исполнилось 50 лет основания «Кургана бессмертия». Тогда же была заложена и капсула с посланием к молодежи 2017 года. И поскольку в сентябре этого года будет закладка новой капсулы, участники международного лагеря решили оставить и свое обращение к потомкам. Мы, молодежь стран России, Белоруссии, Молдовы и Болгарии, которую сплотил международный молодежный лагерь «Радуга», оставляем послание для вас. Лагерь объединяет талантливых, одаренных, творческих, стремящихся к новым победам, активных людей. Каждая смена лагеря – вклад в укрепление дружбы и сотрудничество между городами и странами. Здесь они видят искренние улыбки, они видят настоящую дружбу, они узнают культуру, они обмениваются традициями, историями о своих городах, о своих народах. Это очень важно, это уникальный проект, в котором мы надеемся и верим будет жить. В завершении встречи все участники международного лагеря получили благодарственные письма. Игорь Умаров, Анатолий Щекрыгин, События Брянск. У Нечи теперь не только солнечное, но и цветущее. В центральной улице города украшают десятки ярких клумб. Появилось и вертикальное озеленение. В благоустроенном районном центре побывала Елена Лыщицкая. В этом году центр Унечи заметно преобразился. На главных улицах города разбиты новые клумбы, высажены сотни цветов. Еще одно новшество – вертикальное озеленение. Теперь цветные ковры не только на клумбах. Десятки вазонов установили на улицах Октябрьской, Луначарского, Иванова. Легко сажается, полоть как бы меньше нам приходится, потому что у нас грунт покупной, красиво, удобно. Разноцветные бегонии, калеусы, лабелии и бархатцы – десятки видов. Часть закупили в столичных питомниках. Некоторые сорта выращены в собственных теплицах. Клумбы стали настоящим украшением города. В этот юбилейный год наш город стал красивее. Приятно, что много цветников. Мило, красиво. Очень приятно, что наш город стал процветать. С каждым годом становится все красивее и красивее. Как жителю этого солнечного города мне нравятся новые клумбы. Они украшают наш город. За клумбами следят, их постоянно обновляют. Почти 34 тысячи цветов украшают городское поселение. В этом году увеличился и бюджет на озеленение. На эти цели выделено 2,5 миллиона рублей. Вот то, что мы видим сегодня в Унече, элементы зеленения, клумбы, они сегодня имеют место быть на тех местах, где буквально в 2014 году росли сорняки. Мы приняли программу озеленения. Она исходила из того, что в первую очередь привести в порядок места общего пользования, в центре города, где движение людей достаточно интенсивное. Облагородили не только центральные улицы. В порядке территории близ магазинов, предприятий и организаций. Уютный и благоустроенный город радует жителей и гостей. Ухоженные улицы – результат работы и неравнодушия властей. Показатель любви к своему городу. А еще пример для других районных центров. Елена Лыщицкая, Владимир Сидоров. События у Неча. Напоминаем жителям Брянска. В лесах области сохраняется высокая пожарная опасность. В регионе введен противопожарный режим. Временно запрещено пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств. Поражение, за которое не стыдно. Брянские «Динамовцы» в 1-32 финала Кубка России с минимальным счетом уступили Курскому авангарду. И завершили выступление в этом турнире. Почему, несмотря на поражение болельщикам, не в чем упрекнуть игроков «Динамо», расскажет Дмитрий Кузнецов. Битва за гранда. Так в двух словах можно описать суть кубкового противостояния «Динамо» и «Авангарда». Не секрет, что для многих не самых богатых команд, которые реально оценивают свои силы, задача выступления в Кубке России сводится к возможности привести в родной город команду премьер-лиги. Когда в гипотетических соперниках у тебя значатся «Спартак», «ССК», «Зенит» и «Краснодар», дополнительно мотивировать на такие матчи игроков не надо. Дебют поединка остался за «Динамо». Однако уже спустя 10 минут класс игроков «Авангарда», а гости как-никак в этом сезоне играют в футбольной национальной лиге, стал сказываться. Куряне завладели инициативой и атаковали много. А вот концовка тайма осталась за «Динамо». Мощный выстрел Кирьяна в перекладину за несколько минут до перерыва вселил в сердца болельщиков надежду. Ход этого в целом равного матча перевернуло контратака гостей на 50-й минуте. Коробов оказался один в брянской штрафной и свой шанс реализовал. Получив преимущество, «Авангард» откровенно стал тянуть время. Только вот плотный график игр в ФНЛ, похоже, дает о себе знать. Сил у игроков «Авангарда» попросту нет. Гости в какой-то момент просто выстрелились перед своей штрафной и стали играть на отбой. «Динамо» напротив находится в прекрасной физической форме. Много движения по всему полю, прессинг. Казалось, сине-белые вот-вот должны дожать соперника. Но где-то не хватило мастерства, а где-то везения. А в футболе, как известно, чуть-чуть не считается. Когда на последних секундах уже компенсированного времени Новиков с полуметра не попал в ворота, стало понятно. Этот матч сине-белым уже не спасти. Курск готовится принять топ-клуб, а «Динамо» уже в воскресенье, 27 августа, ждет очередной матч первенства против «Волгоградского ротора». Несмотря на поражение, поединок оставил хорошее впечатление. Пожалуй, впервые за последнее время на игру команды действительно приятно смотреть. А за «Динамо» снова хочется болеть. Не случайно провожали игроков болельщики аплодисментами и скандированием «Молодцы». Дмитрий Кузнецов, Евгений Седачев. События. Брянск. Сильнейшие люди региона соберутся в четверг, 24 августа, в Окино. Там пройдет ставший уже традиционным фестиваль силового экстрима «Богатыри Брянщины». В течение нескольких часов потомки «Пересвета» будут бороться за звание самого сильного человека области. Стронгменам придется пройти несколько необычных испытаний, в каждом из которых атлеты смогут продемонстрировать свои лучшие качества. Понаблюдать за тем, как участники с легкостью перемещают снаряды весом несколько сотен килограммов, буксируют на время автомобиль или метают гири, можно на стадионе «Триумф». Начало в 17 часов. С одним из самых сильных людей региона мы встретились накануне. Подтягивания и бег, силовые упражнения и приучения мышц к боли. Шесть дней в неделю, шесть лет. В спорте с 14. Результат – три рекорда. В 2017-м Александр побил свой же. Я сделал за три подхода 381 повторение, что превышает на предыдущий рекорд 46 раз. Сейчас Александр готовится сразу к двум чемпионатам. Европа по народному жиму и мировому. Два года назад его соперник поставил мировой рекорд – собственный вес от груди 101 раз. Это самый высокий результат, который был только достигнут. Я собираюсь сделать на 110. Сейчас результат 103. Разминка, обработка штанги тальком, намотка бинтов – необходимый ритуал перед сложной тренировкой. Это делается для того, чтобы наносить меньший вред своим связкам, которые находятся. 80-90 и так до 100 – двухчасовая тренировка на сегодня. У вас дремка совсем не тронута, так нечестно. Нельзя мне. Тренер не одобряет спортивный режим. Но дело даже не в тренере. Александр занимается сам. Просто для себя решил ни капли алкоголя за всю жизнь. Ограничения и в питании. Ограничений полно. Ну, проще сказать, что я ем, чем то, что я не ем. Ем я в основном фрукты, овощи, мясо. Это говядина, свинина. В основном курица. Спортивное питание также не приемлят. Мы ездили на соревнования, я его попробовал, и я перегорел. Я вышел выступать, и такое ощущение, что я уже выступил, и опять пошел выступать. У меня просто тупо физически не было сил. Изнурительные тренировки. Выходной только один. Воскресенье. И тот активный. По-другому никак. Только упорство и сила воли. И в руках спортсмена тяжелые веса. Действительно кажутся просто блинами. Екатерина Пормон, Максим Кузнецов. События Брянск. Ансамбль из Стародубского района Миленица принял участие в седьмом фестивале промыслов и ремесел Дробинские торжки, который проходил в Могилевской области. Наши земляки привезли на белорусскую землю народные песни, за что и получили диплом первой степени. Поздравляем Миленицу с победой. Далее новости экономики и прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь и желаю всего доброго. До встречи. Совершенная красота – это не только дар природы, но и работа профессионалов. Специалисты салонов красоты «Бигуди» знают, как всегда, выглядеть красиво. Весь комплекс парикмахерских услуг, ногтевой сервис, наращивание волос и ресниц, визаж, грим. Ваша красота – наша работа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова